Занимаясь фотомонтажом, постоянно приходится выделять определенные объекты на фотографии, чтобы перенести их на другой слой. В этом уроке будет рассказано о том, как это сделать при помощи инструментов выделения. У нас есть два изображения. На одной фотографии запечатлена молния во время грозы, а на другой самолет в момент взлета. Создадим фотомонтаж. Сделаем изображение, где самолет летит в непогоду. Для этого нам необходимо отделить самолет от голубого фона и вставить его в виде отдельного слоя на изображение с грозой. В данном случае для выделения удобно использовать инструмент Magic Wand. Этот инструмент выделяет группу пикселов, схожих по цвету. Разброс отличий между выделяемыми пикселами определяется значением параметра Tolerance. Чем оно больше, тем больше пикселов будет выделено. Поскольку самолет летит на фоне голубого неба, выделить фон при помощи Magic Wand очень легко. Если на данном этапе инвертировать выделение и скопировать его в буфер, самолет можно будет вставить на новое изображение. Однако это делать еще рано. Если выделив голубой фон при помощи Magic Wand вы нажмете клавишу Delete и внимательно посмотрите на контур оставшегося самолета, вы увидите недостатки выделения. По периметру корпуса видны рваные края. Это объясняется тем, что вблизи корпуса есть много точек, которые сильно отличаются по цвету от выделенной группы пикселов. Поэтому после того, как выделен фон, нужно инвертировать выделение и использовать инструмент Refine Edge. Он позволяет управлять контуром выделенной области. Когда окно Refine Edge открыто, выделение отображается на белом фоне. В зависимости от того, какое у вас изображение, иногда бывает удобно использовать другие варианты отображения выделенной области. Например, очень наглядно, когда изображение показано в виде черно-белого рисунка, где белый цвет обозначает выделение. Ползунок Contract Expand позволяет управлять границами выделения, то есть уменьшать или расширять их. Этот параметр удобно использовать для коррекции краев выделения. Параметр Fize отвечает за создание мягкого перехода между выделенным участком и областью изображения, которое его окружает. При помощи параметра Contrast можно сделать выделение более четким, а параметр Radius отвечает за размеры области, к которой применяются все действия по коррекции краев выделения. Теперь самолет можно переносить на новое изображение. Скопируем выделение в буфер обмена и вставим на фотографию с молнией. Поскольку самолет слишком большой, используем сочетание клавиш Ctrl-T. Масштабируем размеры слоя, который содержит изображение самолета в меньшую сторону. Чтобы при масштабировании соблюдались пропорции, нажмем кнопку Maintain Aspect Ratio. Чтобы отличия в цветопередаче между двумя изображениями были незаметны, изменим режим смешивания на Multiply и подберем положение слоя так, чтобы самолет не совпадал с молнией. Продолжение следует...